Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу показать вам свой заказ Арифлейм по каталогу, который действует с 29 марта и по 17 апреля. У меня нет бумажной версии на руках, поэтому буду показывать на планшете. За 3 рубля, как обычно, мне вложили пакетик, я от него никогда не отказываюсь, потому что пакетики сейчас стоят по 5-10 рублей в магазинах. Также мне положили новый каталог, я постараюсь в эти выходные уже обзорчик на него выложить, точнее не обзорчик, а болталку. Каталог, в принципе, неплохой, мне есть что вам сказать и показать. И сам заказ. Сам заказ у меня вышел на 3494 рубля и обошелся это всего в сумме 73 балла. Доставка в этот раз у меня была курьером, раскошелилась я, потому что был хороший продукт вместо платы за доставку. Это был мультифункциональный крем Giordani Gold, который я давно хотела, и стоил он 515 рублей. В принципе, столько же он стоил и в каталоге, а курьерская доставка стоит 200 рублей. Грубо говоря, я решила, что я сэкономила, по крайней мере, мне так показалось. Так, что у нас здесь, еще какие-то брошюрки накидали, чего только нет на самом деле. Давайте я начну с самого интересненького. В принципе, наверное, одна из причин, по которой я делала заказ, была акция на Экламу Дмуазель, что при покупке на 990 рублей из этого каталога за 719 рублей вы можете купить эту водичку. У меня сумма набралась аж на 2, и я взяла 2, потому что цена вышла у каждой 575 рублей. Это хорошая цена, я брала по 800 эту водичку, и она мне очень нравится. Весенняя, женственная, цветочно-свежая, и присутствует цветочная сладость. Моя бутылочка. Много раз у меня была в именно летних месяцах вот эта парфюмерная косметичка, как ее многие называют. Я выбирала ароматы, и я не могла им надышаться пару месяцев подряд. Очень вкусный, очень крутой, милейший флакончик, красивый оттенок. Ну, знаете, для меня это какой-то пример женственности, что ли, именно в парфюмерном плане. Очень мне нравится, и если вы любите цветочные легкие ароматы, то советую, как минимум, приобрести пробник. Цена была хорошая, поэтому я прям очень рада, что у меня есть. Скорее всего, уйдут на подарки, потому что это не резкий аромат. У Арифлейм хорошая база парфюмерная, поэтому... Ну, это... Я не знаю, как вам сказать. Просто очень много баталий в последнее время на канале по поводу ароматов Эйвен, Фаберлик, Арифлейм. У Фаберлик очень многие базу ругают, она мне тоже не нравится, Арифлейм. Вот именно та, наверное, золотая середина в плане качества среди каталожной косметики. У них хорошая база, очень достойная. И Арифлейм, в принципе, я заказываю в первую очередь из-за парфюмерии. Это самое лучшее, что у них есть для меня конкретно. Дальше, что еще я приобрела? Пудра Джордани Голд рассыпчатая. 839 рублей при покупке двух штук. Это 94-я страница. Там один отцвенок. Один оттенок естественный. И я взяла две штуки. Взяла на подарок конкретным людям. У меня такая пудрочка была уже очень давно. Она у меня тут аж вся такая покоцанная, жизнью побитая. И осталось ее немного. Здесь достаточно большая громовка. Раньше было 10 грамм. И сейчас, в принципе, то же самое. Поэтому я решила, что ничего не поменялось. Внутри была кисточка. Кисточку, к сожалению, я успела выбросить. Очень зря. В дорогу самое оно. Мне нравится эта пудра тем, что ее не видно на лице. При этом она хорошо закрепляет макияж. Убирает вот эту липкость от тональной основы. И я обожаю эту пудру именно летом. Потому что летом я пользуюсь высоким SPF. В основном SPF 50, соло. И SPF очень, очень многие SPF, они оставляют липкость. И вот эту липкость я люблю убирать именно этой пудрой. То есть получается такое естественное лицо. При этом пудра не наглухо матирует. Она немного оставляет вот это свое естественное сияние кожи. И действительно очень достойный продукт. Мне интересно, как это все выглядит внутри. Я это взяла на подарок своим девочкам. Поэтому я могу даже открыть, приоткрыть. Ой, все так красивенько выглядит. Не то, что моя. Моя уже, знаете, прям такая жизнью побитая. Этой пудре, если я не ошибаюсь, лет 6, наверное. И это так, как продукт сухой. Я не боюсь ими пользоваться. И не соблюдаю сроки годности, скажу честно. И давайте посмотрим. Вот такая вот кисточка. Я ее трогать ничего не буду. И оттенок, в принципе, я вижу, что все прям один в один. Ничего не поменялось за эти года. Продукт хороший. Он, кстати, пропадал с каталогов. И сейчас появился. И чему я, в принципе, очень рада взяла. Две штучки. Цена каждой. Найти бы еще пудра, 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 пудра по 671 рубль. Скажете, что не бюджетно, но на самом деле у меня есть пудра от Innisfree. Там 5 грамм. Цена у нее 700 рублей. И хватает ее, ну, в принципе, наверное, сезона на 3. Использую именно в летнее время. И вот это я даже не знаю, вы представляете. Но у меня, конечно, коллекция большая. Мне сложно судить, насколько ее хватит. Но я пользовалась ею пару лет подряд точно. То есть как минимум полгода. Очень-очень крутой продукт. И экономно используется. Дальше. Что у меня еще осталось? Во-первых, тот самый сиси-крем, который мне достался вместо платы за доставку. У меня просто свекровь очень любила одну тональную основу Фаберлик. Но ее сняли с производства. Поэтому мы сейчас ищем замену. Я ей взяла, во-первых, тональный крем Innisfree. Она, в принципе, сказала, что он ей понравился. Но тот все равно был лучше. Поэтому мы продолжаем поиск. Я нашла этот сиси-крем в каталоге. На какой странице? Страницу указывать никак. Значит, 103. 102-я страничка. Стоит он 1160 рублей. Но вот эта вот страничка с мелкими картинками. Здесь всегда все дороже. И оттенок у меня естественный, который потемнее. Я не побоялась, потому что даже если ей оттенок не подойдет, я заберу его себе. У меня есть аджастер. Так, здесь не было ничего заслудированного. Мне кажется, это минус. И я могу попробовать, в принципе, потому что, ну, как бы маме же. Так, убираю это. И оттенок. Оттенок, да, действительно темноват лично мне. Но весной, конечно, это максимальная бледность. Я вижу, что он, в принципе, неплохо перекрывает. Но при этом еще может растягиваться. Можно сделать любое покрытие. Очень хорошие отзывы на него. Я прочитала кучу. И девочки говорили, что не жирнит лицо. Хорошая стойкость. И стало это последней каплей. Я, естественно, его приобрела. Оттенок, конечно, мне желтый. На камере это видно. Но я светлая девочка. У меня свекровь чуть-чуть. У него потемнее кожа. Поэтому, может быть, ей и зайдет. Посмотрим. Мне нравится финиш. Он, вроде как, не блестящий. Но есть вот это естественное сияние. Пока мне все нравится. Кроме оттенка, конечно. Но там не было выбора. Только этот оттенок шел вместо платы за доставку. Также я хотела приобрести крем-йогурт для тела с лесными ягодами. Очень уж это все аппетитно выглядит. Но его, к сожалению, не было в наличии. Если вдруг кто-то урвал, напишите, пожалуйста, как вам по качеству. Быстро ли он впитывается, не скатывается. И каков аромат. Мне прям очень интересно. Я его поставила в ожидание. Очень хочу его заполучить. Цена будет 239 рублей со скидкой за 200 мл. Ну, может, слегка, конечно, дороговато. Но если хороший аромат и быстро впитывается, то я буду очень счастлива. Кремушки у Арифлэм получаются очень хорошо. И последние продукты, которые, наверное, самые-самые интересные в этом каталоге. Особенно в плане цены. И это последняя страничка. Здесь карандаши для глаз и губ за 119 рублей. Со скидкой получается каждый карандаш по 95 рублей. Это вообще очень крутая цена. Я посмотрела все свотчи и взяла 5 карандашей. Один из которых для губ взяла для своей подруги. Это оттенок 37730. И это идет пыльная роза. И на самом деле я уже приоткрыла колпачок, посмотрела. И я прям согласна с названием. Это действительно пыльная роза. У меня был этот оттенок. Еще раньше у них были карандаши в другой упаковке. Назывался этот карандашик Низуан. И оттенок один в один. Это будет просто хороший, холодный, такой припыленный розовый оттенок. Я думаю, ей понравится. Качество у карандашей Арифлэм среднее. Вот прям среднее. Неплохо, нехорошо. За 95 рублей отлично. Просто нужно соотношение цена-качество еще здесь учитывать. Дальше 3-4 карандашика. Один из которых, это точно мне, называется Звездное небо и артикул 36553. Это должен быть синий с блестками. И давайте, где делать сводч? Давайте здесь прям делать сводч. Ой-ой-ой. Я хотела, чтобы он был чуть-чуть потемнее, а он так, как гелевая ручка. А на камере чуть-чуть темнее выглядит. Может, у меня, кажется, свет так падает? Очень яркий оттенок. Карандашик приятный такой, мягкий. И сейчас я ему дам чуть-чуть подсохнуть. Посмотрим, как он стирается. Дальше. Еще 3 оттенка. Один из которых, это точно на подарок, идет 36550. И это лесные травы. Вот этот оттенок, я тоже посмотрела уже отзывы. Есть на iRecommend несколько хороших прям отзывов с фотографиями. Это как будто такой болотно-зеленый. На серой базе идет оттенок. Он темненький. Мне кажется, его можно использовать соло. Просто цветные подводки. Я делаю стрелку, и все равно потом по ресничному краю прохожусь черной подводкой. Чтобы поярче это все выглядело. Потому что тупо цветная стрелка на мне смотрится очень интересно. И вот такой вот оттенок. В принципе, болотный такой, ближе к хаки, что ли. Но на глазах, судя по фотографиям девочек, еще будет просвечиваться вот эта серенькая база. И два оттенка. Я не помню, какой из них я брала себе. Это сияющая бронза. Должен быть 54 оттенок. А может я вообще что-то не то вбила. Да, я хотела бронзу. В итоге я взяла 49. Что это вообще такое? 49 оттенок. Давайте искать, что же теперь. Это красное дерево. А, да, я, кстати, его не первый раз беру. Первый раз я его купила. И в итоге не рискнула себя ставить. Что-то я, видимо, побоялась. И на подарок отправила. Выглядит этот оттенок вот так. И давайте я его все-таки себе оставлю. Божечки. Ну, 95 рублей. Вы серьезно? А, я сломала. Слишком много вытащила. Оттенок коричневый с красным подтоном. Вот такой оттенок. Надо найти тот кусочек, чтобы не размазал Мурзик. Так, дальше. И оттенок. Это, я так понимаю, вообще для губ карандаш. Я забыла, что я хотела себе шоколадный оттенок. Да, это 37-й шоколадный для губ себе тоже оставляю. В итоге из пяти карандашей я оставила себе. И, кстати, в сравнении будет с соседом. Так. Как бы, это не шоколадный. Скажу сразу, это коричневый с каким-то красно-кирпичным подтоном. Вот так вот как-нибудь покажу, наверное. В принципе, оттенки переданы даже в сравнении весьма верно. Мне интересно, как вот этот оттенок тоже будет смотреться на глазах. Мне вообще сначала показалось, что они чуть ли не одинаковые. Сейчас я подожду пару минуточек, чтобы карандашики немножко схватились. И потом буду вот так вот срыгать пальчиком, смотреть на стойкость. Так. Вот у нас прошло пару минут. Это я могу закрыть. Давайте начнем с карандаша для губ. В принципе, для карандаша для губ очень хорошо. Я просто сухим пальцем, и я достаточно сильно растягиваю это все. Очень даже неплохо. Дальше синенький мы его раньше всех нанесли. Мне кажется, это тоже неплохой результат. И коричневый более стойкий оказался, чем синий. Он прям не берется. И салфеткой давайте. Не сильно тру. Давайте тоже по очереди, что ли. Так, это для губ. Коричневый, конечно, походу бомба. Синий. Но тоже неплохо. Я просто не знаю, они вообще заявлены, как водостойкие или нет. И как это все стирается. Да, нужно потрудиться на самом деле. И главное, чтобы синенький не оставлял стейн. Ненавижу карандаши, которые оставляют стейн. Так. А, ну все. В принципе, даже покраснела рука. Достаточно сильно пришлось стереть, чтобы стереть сводчик. Поэтому, в принципе, стойкость карандашей меня пока радует. Буду это все разнашивать. Лето, поэтому мне захотелось резко синенького карандашика. Коричневые карандаши для губ у меня всегда в почете. Очень много коричневых любимых помад. И мне это пригодится. Мне нравится, что они механические. Можно будет закинуть в сумку и не париться. Потому что у меня любимый оттенок вообще, в принципе, для коричневых помад. Это 102 оттенок Vivienne Sabo, который идет в дереве. Его нужно точить и очень сложно брать с собой. Бывали ситуации, когда я хотела накрасить губы, а понимаешь, что у меня просто карандашик источен уже. И, ну, точилку с собой я не ношу, естественно. Вот. И, ну, в общем, по поводу оттенка красного дерева. Посмотрим, как он будет выглядеть на глазах. Я очень надеюсь, что он будет соло выглядеть весьма эффектно. И ему даже не понадобится черная стрелка. Вот. Такой у меня был заказ. Очень много было запросов. Прям много. Когда Арифлейм. Хочу Арифлейм. Соскучились по Арифлейм. Действительно давно не заказывала. Потому что, ну, особо ничего интересного не было. А доставка у них небюджетная. И, ну, грубо говоря, набираешь там на тысячу рублей, еще платишь 200 рублей курьеру. Как-то не особо это все хорошо. Вот. Ну, будем дальше с вами обсуждать. Посмотрим, буду ли я делать заказ. Я мельком онлайн просмотрела этот каталог. Видела хорошие цены. Поэтому, может быть, даже наберется еще один заказик. Вот. Спасибо вам огромное за просмотр. Напишите, пожалуйста, что вы заказали в этом каталоге. Какие я опять акции профукала. В принципе, каталог еще действует и будет возможность докупить, если вдруг прям что-то крутое. Поэтому буду с нетерпением ждать ваши комментарии. Спасибо огромное-огромное за просмотр, за вашу обратную связь. И всем пока-пока.